Новость последнего часа. Сергей Лавров, которому позвонил госсекретарь США Джон Керри, указал ему на грубое нарушение российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии. В этом документе штаты взяли на себя ответственность за соблюдение правил всеми участниками возглавляемой ими коалиции, включая Турцию, напомнили в МИДе. Ранее, как уже сказано, Лавров поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции, которому сказал, что сбив наш военный самолёт в Сирии, турецкое руководство по сути встало на сторону ИГИЛ. Запланированный на сегодня визит министра в Турцию был отменён. Сообщение со ссылкой на источники в Анкаре о том, что главы МИД двух стран якобы договорились о встрече, на Смоленской площади назвали неэтичными и показательными с точки зрения того, что сейчас вообще слышно из Анкары. Что именно слышно и как себя вела турецкая власть в такой же ситуации несколько лет назад? Об этом Тимур Сиразиев. Сегодня Раджеп Эрдоган прокомментировал ситуацию со сбитым самолётом. Обломки самолёта с битвов Турции и разбившегося на территории Сирии также упали на нашу территорию. Пострадали двое наших граждан. О том, что самолёт был российский, нам стало известно только после заявления российских властей. Российские военные эксперты сразу же высказали сомнение в том, что всё обстояло именно так, как говорит Эрдоган. Я как военный человек понимаю, что это невозможно, потому что наши экипажи работают там уже второй месяц, прослушаются радиочастоты, они слушают переговоры, революционные средства работают, видят свой и чужой. Такие заявления просто не оставляют ничего под собой. Каждый день авиация России с аэродрома в Латайке делает по 70-80 вылетов. Именно в том районе, где сбили Су-24, самолёты заходят на посадку. Об этом говорит и высота, на которой летел бомбардировщик – 6000 метров. И, конечно, турецкие военные отслеживали вылеты российских самолётов и прекрасно знали траектории полётов. Нападение было спланировано, говорят эксперты. Турецкие лётчики F-16 чётко прогнозировали пролёт российского самолёта. Почему? Потому что никаких запросов не последовало, никакой информации, связанной с тем, что это может быть самолёт своей коалиции. Ведь Турция входит в коалицию Соединённых Штатов Америки, и, естественно, что свои самолёты явно бы они не стали сбивать. Шёл самолёт, выполнив боевое задание, без каких-то средств вооружения, без прикрытия. И вдруг, внезапно, в такой короткий промежуток времени налетает, вдруг откуда ни возьмись, F-16, которые явно баражировали на этом эшелоне. Для того, чтобы завалить именно удар в спину, сзади сбить безоруженный самолёт, бомбардировщик, который не в состоянии войти в бой с истребителями. По мнению наблюдателей, заявление Радагана очередной пример, который демонстрирует, как турецкие официальные лица искажают факты. Анкара настаивает. Российский самолёт вторгся в воздушное пространство Турции. Этот тезис легко опровергнуть благодаря данным объективного контроля, которые предоставило Министерство обороны России. Красным цветом обозначен российский самолёт и его траектория полёта. Синим выделен маршрут турецкого истребителя. Граница между Турцией и Сирией – жёлтого цвета. И здесь отчётливо видно, Су-24 не пересекал границу. Он пролетел рядом с ней. Турецкий же истребитель, наоборот, нарушил границу и вошёл в сирийское воздушное пространство. Вообще, чтобы сбить самолёт даже над своей территорией, формального повода явно недостаточно. Не суть важна, чей это был самолёт. Есть международные нормы, есть конвенция чикагская, в которой чётко и ясно написано, что самолёт, даже военный самолёт, находясь в воздушном пространстве другого государства, обладает определённым суверенитетом. Его нельзя сбивать, если он не намеренно провоцирует или не угрожает безопасности. Есть определённый алгоритм действия истребителя, перехватчика. Должен был вступить в радиосвязь с самолётом-нарушителем, сказать им о том, что вы нарушили воздушное пространство и покиньте его. Допустим, не было радиосвязи, надо тогда выйти рядом с самолётом, встать на визуальную видимость и эволюциями самолёта показать ему, что необходимо покинуть воздушное пространство. Но ничего этого сделано не было. Это говорит о преднамеренных действиях турецкой стороны. Атаку на российский самолёт президент Турции преподносит как защиту. Мол, по-другому поступить не могли. Но вот как тот же Ирдоган всего три года назад в аналогичной ситуации делал прямо противоположные заявления. Кратковременное нарушение воздушного пространства никак не может быть поводом для нападения. Отныне любая боевая техника и военные подразделения, которые приближаются к Турции со стороны сирийской границы, будут расценены как угроза и считаться военной целью. Всё дело в том, что в 2012-м речь шла о турецком самолёте, который был сбит армией Асада над сирийским воздушным пространством. В той ситуации НАТО безоговорочно поддержал Турцию. Мы считаем этот акт неприемлемым и самым решительным образом осуждаем его. Это очередной пример пренебрежительного отношения сирийских властей к международным нормам, миру, безопасности и человеческой жизни. Но в этот раз НАТО не вспоминает о ценности человеческой жизни. Как мы неоднократно говорили, мы солидарны с Турцией и уважаем территориальную неприкосновенность Турции как члена НАТО. Оценки, которые мы в течение дня получали от наших союзников, совпадают с информацией, которую мы получили из Турции. Правда, как стало известно сегодня, это заявление не было согласовано со всеми членами Альянса, а на заседание шли горячие споры. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что в Пентагоне считают, самолёт был сбит над территорией Сирии, а это противоречит официально высказанной позиции НАТО. Всё это говорит о том, что внутри Альянса нет единой позиции. Ведь Турция даже к партнёрам по блоку относится не по-дружески. Заявляя о недопустимости нарушения чужих границ, Анкара закрывает глаза на регулярные нарушения турецкими военными воздушного пространства Греции, с которой у Турции давний территориальный спор. Ежемесячно фиксируются десятки нарушений, летом их было ещё больше. По заявлению представителей Министерства обороны, турецкие самолёты совершили в общей сложности 20 посягательств. Кроме этого, два самолёта были вооружены, имел место один воздушный бой. Элизабет Броу, автор статьи, приводит данные исследования университета Фессалии, согласно которым в 2014 году турецкие истребители и вертолёты 2244 раза нарушили воздушную границу Греции, а в одном только мае 2015-го было 361 вторжение. Согласно отчётам, Турция провоцирует своего давнего, но ныне ослабевшего противника, зная, что Греция не может позволить себе воздушные бои, но при этом вынуждена реагировать. Сегодня стало известно, что фото и видеосъёмку крушения российского самолёта сделали штатные сотрудники Государственного информационного агентства Турции. Об этом написано на сайте самого агентства. Оператор и фотограф с профессиональным оборудованием, среди которого и объектив, способный делать снимки на большом расстоянии, утверждает, что были в том районе случайно, ехали снимать репортаж о ситуации на границе. Удивительным образом в нужный момент аппаратура оказалась готова к съёмкам. Профессионалы знают, на подготовку уходят немало времени, оборудование перевозят в разобранном виде. А эти кадры сделали сами террористы. По спускающимся на парашюте людям ведут шквальный огонь из всех видов оружия. Автоматов, пулемётов, в том числе крупнокалиберного. Эта канонада длится несколько минут. Расстрел парашютистов, спасающихся с подбитого самолёта, прямое нарушение Женевской конвенции. Хотя вряд ли эти боевики слышали о ней. Журналисты «Рейтер» встретились с этими боевиками. Они представились сирийскими туркменами. Их также называют туркоманами. Эта народность живёт в Сирии, на границе с Турцией. Однако блогеры смогли установить личность главаря банды. На этой фотографии он позирует с деталью парашюта. Его зовут Альпаслан Челек. По данным создателей сайта «Геополитик», он никакой не туркмен, а настоящий турок. Сын мэра города Кибан, который сположен вдали от сирийской границы. Несколько лет назад турецкие СМИ писали, что он под другой фамилией отправился на войну в Ирак. На этих фотографиях Альпаслан Челек с такими же боевиками. Обратите внимание на голубой флаг и жест, который показывают вооружённые люди. Это символы ультраправой турецкой молодёжной организации «Серые волки». Движение придерживается фашистской идеологии. Тимур Сиразиев, Екатерина Белова, Светлана Трофимова, Первый канал.